Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рейллипру. ХТТП Рейллипру. Все книги автора. ХТТП Рейллипру. Аутхар Иванов Вячеслав ХТМЛ. Эта же книга в других форматах. ХТТП Рейллипру. Бак Иванов Вячеслав. Предчувствие и предвестие ХТМЛ. Приятного чтения. И, видеть ли в современном символизме возврат к романтическому расколу между мечтой и жизнью, или слышна в нем пророческая весть о новой жизни, и мечта его только упреждает действительность? Вопрос, так поставленный, может возбудить недоумение. Прежде всего, в каком объеме принимается термин символизма? Поспешим разъяснить, что не искусство лишь, взятое само по себе, разумеем мы, но шире, современную душу, породившую это искусство, произведения которого отмечены как бы жестом указания, подобным протянутому и на что-то за гранью холста указующему пальцу на картинах Леонардо да Винчи. Речь идет, следовательно, не о пророчественном или ином значении отдельных созданий нового искусства и не об отдельных теоретических утверждениях новой мысли, но об общей ориентировке душевного пейзажа, о характеристике внутреннего и наполовину подсознательного тяготения творческих энергий. Итак, романтично или пророчественно душа современного символизма? Дальнейшие необходимые разъяснения должны сводиться к обоснованию поставленной дилеммы. Почему непременно или романтизм, или пророчествование? От чего не нечто третье? От того, что только в этих двух типах духовного зеждительства искусства перестает быть успокоенно замкнутым в определенных его понятиям границах и ищет переступить за пределы безотносительно прекрасного, то становясь глашатаем личности и ее притязаний, то возвещая суд над жизнью и налагая на нее или, по крайней мере, противополагая ей свой закон, так или иначе, и сознательно ли предписывая пути жизни, или всем своим бессознательным устремлением отрицая ее во имя жизни иной? Искусство, в этих двух типах духовного зеждительства, утверждает себя не обособленной у сферы культуры, но части общей культурной энергии, развивающейся в форме текучей, в форме процесса и становления, и потому или стремится к бесформенности, или непрестанно разбивает свои формы, не вмещая в них им несоразмерные содержания. Если постоянный помысл о том, что лежит за гранью непосредственного восприятия, за естественным кругом созерцаемого феномена, отличителен для современного символического искусства. В особенности же, если наше творчество осознает себя не только как отобразительное зеркало иного зрения вещей, но и как преображающую силу нового прозрения, ясно, что оно, столь отличное от самодавлеющего и внутренне уравновешенного искусства классического, представляет собой один из динамических типов культурного энергетизма. Но почему романтизму мы противополагаем пророчествование? И разве то, что кажется пророчеством мистику, не может быть определено историком как одна из форм романтизма? Нам представляется уместным различить внутренние признаки обоих понятий. Романтизм – тоска по несбыточному, пророчество – по несбывшемуся. Романтизм – заря вечернее, пророчество – утреннее. Романтизм – одиумфати, пророчество – аморфати. Романтизм в споре, пророчество в трагическом союзе с исторической необходимостью. Темперамент романтизма – меланхолический, пророчество – холерический. Невозможное и рациональное чудо – для пророчества постулат, для романтизма – пиум десидириум. Золотой век в прошлом – концепция греков. Романтизм. Золотой век в будущем, концепция миссионизма, пророчество. Это последнее, лишь пример. И, чтобы сразу же успокоить скептиков, которые скажут «однако золотой век не наступил», объяснимся, что под пророчествованием мы понимаем не непременно точное предвидение будущего, но всегда некоторую творческую энергию, упреждающую и зачинающую будущее, революционную по существу, тогда как романтизм не имеет и не хочет иметь силы исторического чадородия, враждует со всякой действительностью, особенно с исторически ближайшую, и ждет лучшего от невозможного возврата былого. 2. На вопрос о том, романтично или пророчественно душа современного символизма, ответит, конечно, только будущее. Мы же судим по гадательным признакам и по самонаблюдению. Психология наша, не психология романтиков. Романтической мечтательности, романтическому утомлению мы противопоставляем волевой акт мистического самоутверждения. Романтизм, если он только романтизм, просто маловерие. И маловерен он потому, что центр тяжести его веры, вне его, но и вне мира, и он не находит в себе силы, последовать за мистикой об exterioribus at interiora, внутрь себя от всего внешнего, чтобы в глубинах внутреннего опыта творческая воля могла осознать себя и определить, как движущее начало жизни. Характеристично для определения отношений между романтизмом и мистическим пророчествованием маленькая поэма Шиллера. Путник, скиталец, с детства покидающий родимый дом, чтобы отыскать в конце своих странствий таинственное святилище, где он снова обретет все отвергнутые им, но милое сердцу земное в небесной нетленности, имеет веру своим вожатым, и надежда делает ему бесконечной и, по-видимому, напрасный путь его легким и манящим. Стихотворение кажется мистическим пелгримес прогресс, все, до последней строфы, где обманчивая маска вдруг сброшена, и мы слышим заключительное слово романтика. И вовеки надо мною не сольется, как поднес небо светлое с землею, там не будет вечно здесь. Иначе разрешается этот вздох о недостижимом в родственном стихотворении В.Л. Соловьева. До полуночи неробкими шагами будет идти путник к берегам тайны и чудо, где он знает это, его ждет и дождется сверкающий огнями, заветный храм. Романтизм вожделеет предметов своего мечтания. Мы же призываем то, что, быть может, предчуем как нечто трагическое. Наша любовь к грядущему включает в себя жертвенные отрешения от иного, с чем мы связаны тончайшими органическими нитями, задушевными связями. Романтизм имеет одну только душу. Пророчество – слишком часто. Две души. Одну – сопротивляющуюся, другую – насильственно влекущую. Пророчество трагично по природе. Романтик слишком хорошо помнит, что его несбыточное – несбыточно. В его идеале нет упора и сопротивления, необходимых для борьбы трагической. В миросозерцании романтика не жизнь, новое и неведомое, противостоит живой действительности, но жизни противостоят сновидения, символа цраинания. Романтизм внутренний чужд трагизма и потому, пока не кончает капитуляцией перед действительностью и натурализмом в искусстве, так любит трагическую пышность и внешний беспорядок страстей. Чуткая же душа пророчества часто боится и медлит разбудить уснувшие бури уже шевелящегося хаоса. Романтик называет по имени тени своих мертвецов, которые он тревожит в их могилах. Мы же вызываем неведомых духов. Символы наши – не имена. Они – наше молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожие на Колумба и его спутников, называвших Индией материк, что вот-вот выплывет из-за дальнего горизонта. Три. То, о чем мы пророчествуем, сводится, с известной точки зрения, к предчувствию новой органической эпохи. Для недавно торжествовавшего позитивизма было едва ли не очевидностью, что смена эпох органических и критических закончена, что человечество окончательно вступило в фазу критицизма и культурной дифференциации. Между тем уже в XIX веке ряд симптомов несомненно обнаруживал начинающееся тяготение к реинтеграции культурных сил, к их внутреннему воссоединению и синтезу. Одним из этих симптомов было выступление на мировую арену русских романистов. Неудивительно, что клич о предстоящем возврате эпохи органической, сызновой и по-новому примитивной, прозвучал из уст пришельцев-варваров. Жеш, Руссо был только наполовину варвар по духу. Однако и на Западе можно было наследить аналогические устремления. Так в культурном круге наших старших братьев среди варваров у немцев возник Вагнер и за ним Ницше. Тот, с призывом к слиянию художественных энергий в синтетическом искусстве, долженствующим вобрать в свой фокус все духовные самоопределения народа. Этот, с проповедью новой, цельной души, для которой, так противоположна она душе теоретического человека, сына эпохи критической. В воле есть уже познание, познание, в смысле утверждения, жизнь, жизнь, верность к земле. Независимо от Ницше Ипсон завещал Ном, мертвым, воскреснуть. Восстал против красоты, разбившейся на художество и на отдельные, замкнутые и обособленные художественные создания, и пророчил, что красота вся станет жизнью и вся жизнь красотой. Идея общественного переустройства, обусловленной новыми формами классовой борьбы, несли в себе имплицити требования эпохи органической и предполагали новые возможности культурной интеграции. А рядом с ними эволюция нравственного сознания сопровождалась крушением этики, отлившейся в разноликие системы внешних норм, и даже за подозрением самой идеи обязанности, выдвигая на место прежних ликов долго моральный аморфизм и адогматизм. С кризисом нравственных императивов открылись необъятные горизонты мистики, понимаемые как свободное самоутверждение сверхличной воли в индивидууме. Индивидуализм стремился к интеграции личности в ее переживаниях, уединяя и дифференцируя в то же время личность в плане общественном. Но мистический сверхиндивидуализм перебрасывает мост от индивидуализма к принципу вселенской соборности, совпадая в общественном плане с формулой анархии, поскольку последняя, в ее чистой идее, представляет синтез безусловной индивидуальной свободы с началом соборного единения. Попытки религиозного синкретизма, попытки введения в христианское сознание элементов своеобразно преломленного в его среде пантоизма, новые, более духовные, откровения идеи теократической, все эти разнообразные феномены были симптомами начинающейся интеграции в сфере религиозной. Наконец, в области философии реакция против навыков и методов мышления, свойственных эпохи критической, сказывается в преодолении самого идеализма и в тяготении к примитивному реализму. Ни один Ницше чувствовал себя роднее Гераклиту, нежели Платону, и не лишена вероятности догадка, что ближайшее будущее создаст типы философского творчества, близкие к типам досократовской, докритической поры, которую Ницше называл трагическим веком эллинства. 4. В круге искусства символического, символ естественно раскрывается как потенция и зародыш мифа. Органический ход развития превращает символизм в мифотворчество. Внутренний необходимый путь символизма предначертан и уже предвозвещен искусством Вагнера. Но миф – не свободный вымысел. Истинный миф – постулат коллективного самоопределения, а потому и не вымысл вовсе и отнюдь не аллегория или олицетворение, но и постась некоторой сущности или энергии. Индивидуальный же и необщеобязательный миф – невозможность, центродетия и надеетства. Ибо и символ сверхиндивидуален по своей природе, почему и имеет силу превращать интимнейшее молчание индивидуальной мистической души в орган вселенского единомыслия и единочувствия, подобно слову и могущественнее обычного слова. Так искусство, в своем тяготении к мифотворчеству, тяготеет к типу большого, всенародного искусства. Мы пережили свою критическую эпоху, свою эпоху дифференциации, тот круг, когда искусство наше было интимным. Мы вступили в круг искусства келейного, искусства отшельников, сверхиндивидуалистов, преодолевших в принципе старый индивидуализм, внешне уединенных, внутренне соединенных с миром, людей не личного, а вселенского валения и устремления в плане личной свободы. Искусство келейников есть уже искусство универсальное, но лишь в форме скрытой энергии и потенциально. Станут ли они органами мифотворчества, т.е. творцами и ремесленниками всенародного искусства? Осуществление этой возможности означало бы наступление органической эпохи в искусстве. И если бы такая интеграция художественных энергий осуществилась в действительности, она, по внутренней логике своего развития, выявилась бы и сосредоточилась в синтетическом искусстве всенародного действия и хоровой драмы. Но прежде чем перейти к исследованию природы хорового действия, нам необходимо бросить взгляд на проблему архитектуры в связи с вопросом о возможностях наступления новой органической эпохи. Безошибочная индукция уверяет нас, что каждая органическая эпоха в истории ознаменовывается возникновением существенно нового архитектурного стиля. Иначе, впрочем, и быть не может, если органическая эпоха характеризуется полной интеграцией художественных энергий. Их синтетическое единство отпечатлевается в едином стиле эпохи, искусством же стиля по преимуществу является зодчество. Можно ли, однако, предполагать, что в более или менее отдаленном будущем возникнет самостоятельный архитектурный стиль? Правда, допущение абсолютно новой культурной эпохи обусловливает собой и допущение абсолютно новых культурных потребностей, отпечаток которых не может не произвести глубоких изменений в формах архитектоники. Достаточно указать на постулируемый развитием мифа и драмы хор и хоровод музыкально-поэтические элементы, предписывающие зодчеству мотивы круга и кольцеобразного ограждения, например, круговой колоннады. Тем не менее, мы склонны думать, что не архитектура статическая отметит нарождающуюся органическую эпоху, которая уже не может быть примитивной в том смысле, в каком истинно примитивны были ее исторические предшественницы, но та динамическая и текучая архитектура, имя которой – музыка. Недаром же музыка преимущественно новая и наше искусство в хороводе искусств нашей динамической и текучей культуры. И как в те примитивные эпохи все творчество было запечатлено единым архитектурным стилем, как тогда все его потоки втекали в священное вместилище храма, так все творчество будущего будет возникать из духа музыки и вливаться в ее всеобъемлющее лоно. Поскольку примитивное искусство было религиозно до своей сердцевины, постольку гееротично было зодчество, кажется, что архитектура пала с падением храма, как фетиша. Будущая органическая эпоха не может не быть более одухотворенной, чем эпохи, ей предшествовавшие. Фетишизм, этот вечно живой, глубоко живучий культурный фактор, не исчезнет, но, вероятно, предстанет в утонченнейшем своем аспекте, быть может, как фетиш мелодия или музыкальное внушение. Как бы то ни было, музыка, которая споры Бетховена и Вагнера заняла в нашем эстетическом сознании подобающее ей место, как зачинательница и руководительница всякого будущего синтетического действия и художества, является и в перспективе грядущей органической эпохи равно предназначенную ко владычеству и гегемонии во всей сфере художественного творчества. Нам было важно установить этот результат для дальнейшего исследования проблемы хорового действия. 6. Энергия, имя которой – искусство, является нам или собранной и кристаллизованной в устойчивых и готовых формах своей объективации, которые мы эстетически воспринимаем, как бы расплавляя и сызново воссоздавая их в нашем сознании, или же текучей и развивающейся перед нами и впервые объективирующейся в нашем восприятии. Полюс статики в искусстве представлен зодчеством, динамике, музыкой. Ближе всего к этим предельным точкам из остальных искусств – ваяние и пляска. Первая – к пределу статического покоя, вторая – к пределу динамического движения. Но и пляска – лишь последовательность скульптурных моментов. И в самой музыке внезапно возникает из гармонических волн пластическая форма солнечно очерченной мелодии и стоит ополлиническим видением над темно-пурпурными глубинами оргийных зыбий. Есть статика в музыке и в пластике динамика. Сикстинская Мадонна идет. Складки ее одежд выдают ритм ее шагов. Мы сопутствуем ей в облаках. Сфера – ее окружающее, скопление действующих жизней. Весь воздух переполнен ангельскими обличиями. Все живет и несет ее. Пред нами – гармония небесных сил. И в ней, как движущаяся мелодия, она сама. А на руках ее – младенец, с устремленным в мир взором, исполненным волей и гениальной решимости. Младенец, которого она отдает миру. Или, скорее, который сам влечет в мир ее, свою плоть и с нею стремит за собою всю сферу, где она блуждает. В каждом произведении искусства, хотя бы пластического, есть скрытая музыка. И это не потому только, что ему необходимо присущий ритм и внутреннее движение. Но сама душа искусства музыкально. Истинное содержание художественного изображения всегда шире его предмета. Творение гения говорит нам о чем-то ином, более глубоком, более прекрасном, более трагическом, более божественном, чем то, что оно непосредственно выражает. В этом смысле оно всегда символично. Но то, что оно объемлет своим символом, остается для ума необъятным и несказанным для человеческого слова. Чтобы произведение искусства оказывало полное эстетическое действие, должна чувствоваться эта непостижимость и неизмеримость его конечного смысла. Отсюда устремление к неизреченному, составляющее душу и жизни статического наслаждения. И эта воля, этот порыв, музыка. 7. Обратимся, после этих предварительных замечаний о статической и динамической формах художественной энергии, к вопросу о том, какие пути открываются театру, при заранее условленном допущении, что судьбы современного искусства в целом определяются общекультурным тяготением к собиранию и интеграции дифференцированных энергий. Впрочем, и помимо этого допущения нельзя не видеть, что жажда иного, еще не раскрывшегося театра, жажда неопределенная и глухая, и столь же неопределенное и глухое недовольство театрам существующим стали явлением обычным. Тогда как в других родах искусства художники опережают запросы общества и должны бороться с преданием не за свое новое творчество только, но и за самый принцип перемены и нововведения, в области музе-сценической мысли о желательности исканий встречают едва ли не всеобщее, частью прямое, частью симптоматически выраженное и молчаливое признание. 1. Новые маски СТР-54 ВИИ указывает СТР-1909 ГСМ выше СТР-76 АД. Не подлежит сомнению, что, как формально искусство сценическое принадлежит к динамическому типу искусств, поскольку драма развивается перед нами во времени, так и по внутренней своей природе оно представляет собой действующую энергию, направленную не к тому только, чтобы обогатить наше сознание вселением в него нового образа красоты, как предмета безвольных созерцаний, но и к тому, чтобы стать активным фактором нашей душевной жизни, произвести в ней некоторые внутренние события. Ведь еще древние говорили об очищении, катарсисе, души зрителей, как цели, преследуемой и достигаемой истинной трагедией. Между тем всемирно-историческое развитие театра является значительный уклон от этого исконного самоопределения музо-сценической к полюсу пластической статики. Драма родилась из духа музыки, по слову Ницше или, в более точных исторических терминах, из хорового дифирамба. В этом дифирамбе все динамично. Каждый участник литургического кругового хора – действенная молекула оргийной жизни Дионисова тела, его религиозной общины. Из жертвенного экстатического служения возникло дионисийское искусство хоровой драмы. Прежняя реальная жертва, впоследствии жертва фиктивная – это протагонист ипостась самого бога оргий, изображающий внутри круга страдальную участь обреченного на гибель героя. Хоровод – первоначально община жертвоприносителей и причастников жертвенного таинства. Дальнейшие судьбы дионисийского искусства определяются дифференциацией частей его изначального состава. Диффирамб обособляется, как самостоятельный род лирики. В драме «Деяния и страсти» героя-протагониста приобретают значения исключительные, привлекают всепоглощающее внимание присутствующих, обращая их из прежних сообщников священного действа, из совершителей обрядов зрителей праздничного зрелища. Хор, давно отделившийся от общины, отобщается и от героя. Он – уже только сопровождающий элемент центрального события, воспроизводящего перипетии героической участи, пока не становится окончательно ненужным и даже стеснительным. Так вырастает театр – 966-941-945-964-961-959-957. Т.Е. Зрелище – спецтатли, с чауспел – только зрелище. Маска актера уплотняется, так, что через нее уже и не сквозит лип бога Оргий, ипостасию которого был некогда трагический герой. Маска сгущается в характер. В век Шекспира все рассчитаны на воспроизведение этого характера. И французский театр 17 века – разве это не апогей приближения сцены к пластике? Эпоха, замкнувшая текучую музыку природы в неподвижно-архитектурные формы Версальских садов, разве не сделала она столь же статическими элики мельпомены? Мы восхищаемся произведениями этой великой поры драматического творчества, как произведениями пластическими. Подобно статуе, герой предстоит нам как живой механизм мускулов, из которых каждый своим напряжением обнаруживает строение и устремление остальных. Логичность судьбы, единственно нас занимающей, такова, что все обусловлено всем, и выпадение одного звена прагматической цепи разрушает целое. Развитие драмы обращается в демонстрацию математической теоремы. Сцена – в арену, где вступают в бой гладиаторы страсти и рока. Толпа расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной. 8. Новый театр снова тяготеет к началу динамическому. Не таков ли театр Ипсона, где в томительной духоте сгущается электричество накопленных энергий и разражаются в демоническом великолепии несколько очистительных ударов, не разрешая однако атмосферу от ее грозящей напряженности? Или театр Матерлинка, уводящий нас в лабиринт тайны, чтобы покинуть перед замкнутой железной дверью? Или театр Верхарна, где протагонистом выступает сама толпа? Или вагнероводейство Отрестания Изольди, где лики любящих возникают, в конвульсиях трагической страсти, из волн темного хаоса, всемирного мэна, чтобы снова поникнуть и истаять в нем, платя, как индивидуумы, по слову древнего Анаксимандра, своею гибелью искупительное возмездие за самое возникновение свое, то, что ничего более не остается предпотеренным взором соглядатая их судеб, кроме беспредельного пурпурового океана неугомонной мировой воли и неистомного мирового страдания? Нагляднее всего, быть может, проявляется принцип динамизма в так называемом реалистическом театре, который хочет быть заведомо Терри 224 Терри и изгоняя по этому героя, делает как бы центральным лицом драмы самую жизнь, как текучее становление и неразрешающийся процесс. Те, кто идут созерцать эти кинематографы повседневности, заранее знают, что перед их глазами не завяжется впервые новый узел живых сил и они не увидят никакой развязки, потому что сама жизнь – единственный узел той всеобщей драмы, отрывок которой будет разыгран на сцене, и развязка еще не дана действительностью. Они удовольствуются, если драматург выдвинет частную проблему этой жизни, поставит вопрос, подлежащий обсуждению на митинге общественного мнения. Но динамическое начало драмы здесь утверждается вполне. Цель зрелища не столько эстетическая, сколько психологическая. Потребность сгустить всеми переживаемые внутренние события – жизнь. Ужаснуться, разглядев и узнав собственный двойник. Бросить факел в черную пропасть, зияющую под ногами у всех, чтобы осветить беглым лучом ее бездонную неизмеримость. Но это уже почти дионисийский трепет и упоение на краю бездны мрачной. Если же новый театр снова динамичен, пусть будет он таковым до конца. По примеру древних, врачевавших иступление экстатической музыкой и возбуждающими ритмами пляски, нам надлежит искать музыкального усиления аффекта, как средство, могущего произвести целительное разрешение. Театр должен окончательно раскрыть свою динамическую сущность. Итак, он должен перестать быть театром в смысле только зрелища. Довольно зрелищ, не нужно церценсис. Мы хотим собираться, чтобы творить, деять, соборно, а не созерцать только. Довольно лицедейство, мы хотим действа. Зритель должен стать деятелем, соучастником действа. Толпа зрителей должна слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних оргий и мистерий. 9. В дионисийских оргиях, древнейшей колыбели театра, каждый их участник имел пред собой удвойственную цель. Соучаствовать в оргийном действии – 963, 965, 956, 946, 945, 954, 967, 949, 973, 949, 953, 957. И в оргийном очищении – 954, 945, 952, 945, 961, 943, 949, 963, 952, 945, 953. Светить и светиться, привлечь божественное присутствие и восприять благодатный дар. Цель теургическую, активную – 7985, 949, 961, 959, 965, 961, 947, 949, 8150, 957. И цель патетическую, пассивную – 960, 940, 963, 967, 949, 953, 957. Обособление элементов первоначального действа имело своим последствием ограничение диапазона внутренних переживаний общины. Ей было предоставлено только испытывать – 960, 940, 963, 967, 949, 953, 957. Чары Диониса и древний теоретик драмы Аристотель, говорит поэтому лишь о пассивных переживаниях – 960, 940, 952, 951. Зрители. Неудивительно, что самое действие отодвигается с орхестры – круглой площадки для хора посреди подковой сидений, на просцениум, все выше возносящейся над уровнем орхестры. Проводится та заколдованная грань между актером и зрителем, которая поныне делит театр, в виде линии рампы, на два чуждая один другому мира, только действующий и только воспринимающий, и нет вен, которые бы соединяли эти два раздельные тела общим кровообращением творческих энергий. Театральная рампа разлучила общину, уже не сознающую себя, как таковую, от тех, кто сознают себя только лицедеями. Сцена должна перешагнуть за рампу и включить в себя общину, или же община должна поглотить в себе сцену. Такова цель, некоторыми уже созданы, но где пути к ее осуществлению? Напрасно было бы искать приближение к этой цели предрешением содержания желаемой новой драмы. Будет ли искомый театр театром юности и красоты или зрелищем человеческого счастья без слез? По недавнему требованию матерлинга теоретика – театром заветных воспоминаний или вещих предчувствий, благоуханий или священных трепетов, поучений познавательного порядка или воспитательного, театром платформы или театром кафедры. Ни одна из этих программ не дает средства расколдовать чары театральной рампы. Возможны ухищрения, облегчающие публике вмешательство в ход представления. Можно вызвать реплики из среды зрителей, таковые нередки на представлениях итальянских и французских мелодрам. Нетрудно, раз дело коснется политики, превратить залу в публичный митинг. Но все это, конечно, не есть эстетическое решение поставленной проблемы. Столь же мало помогут делу нововведения чисто внешние и обстановочные. Современный театр останется тем же по духу и тогда, когда над головой зрителей будет синеть открытое небо или проглянут за сценой вулканические очертания берегов прекрасного лага Албана. Бесплодны попытки установить связь между проблемой рампы и вопросом, что должно быть предметом грядущей драмы. Ибо всему должен быть в ней простор. Трагедии и комедии, мистерии и лубочной сказки, мифу и общественности. Все дело не в что, а в как, как, понятом равно в смысле музыкальном и психологическом и в смысле выработки форм, внутренне способных нести динамическую энергию будущего театра. Мы не видим средства слить сцену и зрительный зал помимо разнуздания. Скрыто и скованной дионисийской стихии драматического действия, в оркестровой симфонии и в самостоятельной, музыкальной и пластической жизни хора. В настоящее время драма, с одной стороны, с другой, так называемая музыкальная драма живут каждая своей жизнью, текут в двух раздельных руслах, и водораздел их кажется непереходимым. Единая энергия, питая два параллельные потока, умолена и ослаблена в обоих. К счастью, есть признаки, указывающие на недолговечность раскола и на склонение обоих течений к точке слияния. Ограничимся одним примером. Не знаменательно ли, что драма Матерлинка Пеллиас и Мелизанда нуждаются в музыкальном истолковании и находит таковое в музыке Дебюсси? Но что эта музыка Дебюсси к Пеллиасу, как не сведение к абсурду Вагнерова начала бесконечной мелодии или, если угодно, речитатива, притязающего, во что бы то ни стало, заградить доступ живой речи и живой драматической игре в заколдованный круг музыкального царства? Остается сделать еще один шаг, и речь восторжествует над условной обязательностью пения, которая уже обесцвечена до мертвенной речитативной декламации. Ясно, что музыкальная драма должна стать просто драмой. Музыка же сохранит и утвердит свое господство в симфонии и хоре, с его массовыми взрывами и разнообразными группировками, полифониями, монодиями и соли, на площадке для танцев или орхестре. Единого синтетического действия, индивидуальные роли которого будут исполняться на сцене драматическими актерами. В самом деле, драма влечется к музыке, потому что только с помощью музыки она в состоянии раскрыть до конца свою динамическую природу, свою Дионисову стихию. Потому что только музыка даст ей грандиозный стиль и ее, которая должна не следовать за другими искусствами, а предводить их в предрешенном эпоху и устремлении от интимной и утонченной замкнутости к большим линиям и многообъемлющим формам, от миниатюры и картины Кал Фрисцо, сделает носительницей художества всенародного. Музыка же должна принять в себя драму словесную, потому что не в силах одна разрешить задачу синтетического театра. 11. Кажется, что только культурно-историческим трением, обусловливающим медленную постепенность в преодолении укоренившихся традиций, объясняется внутренняя аномалия Вагнерова творчества, исключающего, в явном противоречии с принципом синтетическим, из своего хоровода искусств как игру драматического актера, так и реальный хор с его пением и архестикой. Правда, в отношении к хору формула Вагнера опирается на некоторое теоретическое оправдание, критика которого, впрочем, уже облегчена самим Вагнером, поскольку он теоретически не только приемлет идею хора, но и рассматривает его, как истинного носителя, выявляющийся в ликах героев трагедии. Хор для Вагнера – само содержание драмы, сама Дианисова стихия, ее творящая, как сказали бы мы. Но хор этот – хор сокровенный и безглагольный. Он – оркестровая симфония, знаменующая динамическую основу бытия. Этот символический, бессловесный хор, немая воля, выбрасывающая своим немолчным прибоем на призрачный остров ополлинийских сновидений сцены человеческие облики и голоса бесконечной мелодии. Сошедшаяся на фестспил мыслится, как молекулы оргийной жизни оркестра. Они участвуют в действии, но также лишь латентно и символически. Вагнер и Ярофонт не дают общине хорового голоса и слова. Почему? Она имеет право на этот голос, потому что предполагается не толпой у зрителей, а сборищем аргиастов. Но оркестр изображает метафизический хор всемирной воли. Хоревты были бы, даже как мистический сон, все же голосом сознания только человеческого. Это возражение падает потому, что песнь хора не заменила бы симфонии, а лишь влилась в нее, как часть. Символ хорового слова достойно представил бы в беспредельности космического экстаза Дионисийскую душу человечества, как его сознательную и действенную носительницу, как мифическую гиппу, 900-921-960-960-945, приемлющую в свою обвитую змеями колыбель новорожденного Вагха. И, кроме того, какой-то тайный эстетический закон требует от художника антропоморфизма во всем и мстит за его устранение проклятием аморфизма, сухости и монотонии. Вагнер остановился на полпути и не досказал последнего слова. Его синтез искусств не гармоничен и не полон. С несоответственной замыслу целого односторонности он выдвигает певца-солиста и оставляет в небрежении речи пляску, множественную вокальность и символизм множества. В музыкальной драме Вагнера, как в Девятой симфонии Бетховена, немые инструменты усиливаются заговорить, напрягаются вымолвить искомые и несказанные. Как в Девятой симфонии, человеческий голос, один, скажет слово. Хор должен быть восстановлен сполна, в своем древнем полноправии. Без него нет общего действа, и зрелище преобладает. 2. Вагнер и Дионис Стр-67. Это Стр-ист. Изе 1909 Г. См. Выше Стр-84. Ад. 12. Итак, выводимая нами формула синтетической драмы требует, во-первых, чтобы сценическое действие возникало из оркестровой симфонии и ею замыкалось, и чтобы та же симфония была динамической основой действия, ее прерывающего внутренне законченными эпизодами драматической игры, ибо из Дионисийского моря оргийных волнений поднимается аполлинийское видение мифа и в тех же эмоциональных глубинах экстаза исчезает, высветлив их своим чудом, когда завершен круг музыкального очищения. Во-вторых, чтобы реальный хор стал частью симфонии и частью действия. В-третьих, чтобы актеры говорили, а не пели со сцены. В дополнение ко второму требованию должно прибавить, как условия его осуществления, и требования восстановления орхестры. Портер должен быть очищен для хорового танца и хоровой игры и представлять собой подобие ровного дна отовсюду доступной котловины у подножия холмных склонов, занятых спереди сценой, ступенями сидений для зрителей с остальных сторон. Оркестр должен или оставаться невидимым в полости, определенно ему в театре Вагнера, или быть расположенным в других местах. Корифей орудийного оркестра, в одежде, соответствующий хору, со своим чародейным жезлом и ритмическими жестами всемогущего волшебника и местогога, не оскорбляет нашего эстетического чувства. Он может стоять на глазах у всей общины. Хор легче всего мыслиться нами, как хор двойственный. Малый хор, непосредственно связанный с действием, как в трагедиях Исхила, и хор, символизующий всю общину и могущий быть произвольно умноженным новыми участниками, хор, следовательно, многочисленный и вторгающийся в действие лишь в моменты высочайшего подъема и полного высвобождения дионисийских энергий, примером ему является диферамбический хор Бетховеновой девятой симфонии. Первый хор, естественно, вносит больше игры и архистики в синтетическое действие. Второй ограничивается более важными, как и наиболее одушевленными ритмами, образует ходы, процессии, теории и действует своей массовой грандиозностью и соборным авторитетом представляемой им общины. В самостоятельной жизни хора открывается простор как всем формам музыкальной дифференциации, так и постоянным нововведением в программе хоровых интермеззи, дабы он служил вместилищем непрерывному творчеству общинного оргийного сознания. Эти изменения, несомненно, предполагают отречение сцены как от бытового реализма, так в значительной степени и от вожделения театральной иллюзии. Обе эти утраты едва ли, однако, устрашат современников и, конечно, еще менее устрашат грядущие народные массы с их исконным пристрастием к идеальному стилю. Кажется, и бытовой реализм, и сценическая иллюзия уже сказали свое последнее слово, и их средства до дна исчерпаны современностью. Во всяком случае, предвидя новый тип театра, мы не отрицаем невозможности, нежелательности сосуществования других типов, как уже известных и нами использованных, так и иных, еще не развившихся из устарелых или стареющих форм. 13. Нет сомнения, что будущий театр, каким он нам представляется, оказался бы послушным орудием того мифотворчества, которое, в силу внутренней необходимости, имеет возникнуть из истинно символического искусства, если последнее перестанет быть достоянием уединенных и найдет гармоническое созвучие с самоопределением души народной. Поэтому божественная и героическая трагедия, подобная трагедии античной и мистерия, более или менее аналогичная средневековой, прежде всего ответствуют предполагаемым формам синтетического действия. Но формы эти более гибки, нежели то может казаться с первого взгляда. Политическая драма всецело вливается в них и даже впервые через них приобретает хоровой, т.е. в символе всенародный резонанс. Не забудем, что мифотворческая трагедия эллинов часто бывала вместе и политической драмой, и община, праздновавшая в театре праздник великих Дионисий, естественно обращалась в мирскую сходку, бросая свой восторг или свою ненависть на государственные весы народного собрания или совета старейшин. То же влияние, но в еще сильнейшей степени, оказывала на общественность комедия высокого стиля, комедия Аристофана. Только в хоровых формах музыкального действа комедия нового времени, издавна прикованная к быту и повседневности, подчеркнет отвагу свободного полета. Только в них она, не переставая смешить, напротив, воскрешая божественную оргийность смеха, увлечет толпа в мир самой причудливой и разнузданной фантазией и вместе послужит органом самоопределения общественного. 14. Среди разнообразных возражений, которые могут быть противопоставлены нашим построениям, мы предусматриваем два, устранение которых поможет нам дополнить наш очерк будущего хорового действия существенными чертами. Одно из этих возражений формально основано на понятном эстетическом недоумении, другое касается внутренней стороны нашей темы и требует некоторого углубления. Сочетание музыки и пения с говором обычно кажется нам эстетически неприемлемым. Мы знаем и не любим его, например, в оперетте. Однако, нельзя упускать из вида, что здесь неблагоприятное впечатление обусловливается более всего специальными причинами, составляющими особенность данного типа театральных представлений. Невыносимо, чтобы актер, только что предававшийся обычной беседе, отнюдь не ритмической и даже подчеркивающий стиль своей повседневности, вдруг подавал реплику романсам или куплетами. Неприятно уже и то, что разговор и пение происходит на тех же, преследующих цели иллюзии и все же неправдоподобных, подмостках. Как иначе воспринимаем мы выступления хора античных трагедий в тех редких и счастливых случаях, когда мы слышим его действительно поющим, в хоровом действии, который нам предносится, не только область музыки и область ритмической речи разделены большей частью топографически, но и весь стиль драматической игры, как это вытекает из существа дела, столь различен от стиля современного, что ничего нельзя утверждать заранее о неизбежной дисгармонии элементов музыкального и драматического. И если современная рампа делает неузнаваемыми людей, перед ней говорящих и жестикулирующих, возможен ли удовлетворительный учет зрительных и акустических условий будущей хоровой драмы, выводящей нас, если не под открытое небо и не в дневное освещение, то, во всяком случае, из тем теперешней театральной залы этого расширенного салона в иную архитектурную обстановку и в перспективность совсем иных пространств. Конечно, все таинства иллюзии, все искусства постановки будут использованы, чтобы сделать явление актеров грандиозным. Все средства акустики, чтобы усилить и возвеличить звук их речи. И, прежде всего, потребует разрешение основная задача – выработка соответствующего новым потребностям стиля игры и дикции. Вероятно, с другой стороны, что новые условия драмы сделают ее прагматическое содержание менее сложным, действие менее развитым, как мы видим это у древних, и, наконец, речи действующих лиц менее многословными. Последнее замечание приводит нас к другому возражению, нами предусмотренному. Новейшая драма стремится стать внутренней. Она отрешается от явления, отвращается от обнаружения. Математическим пределом этого тяготения ко внутреннему полюсу трагического является «молчание». Спрашивается, согласуется ли мысль об устремлении драмы к безмолвию с утверждением хорового и соборного начала, как основы будущего действа? Парадоксом может показаться наше «нет». Но мы знаем, что в сверхиндивидуализме разрешается индивидуализм. И если пред нами борется и гибнет уединенный герой, где-то к дионисийскому оргийного общения между ним и нами, вне потенциального или реального хорового сознания и единочувствия. И чем уединеннее «молчание» героя, тем нужнее хор. Так, в исхиловой трагедии не обея героиня безмолвствовала до заключительного поворота действия, но зритель ее судеб жил с хором и в хоре ее внутреннею жизнью. Вместо развития этого положения привожу следующие строки из моей книги «Кормчие звезды» из Т.Р. 260. С маской трагической мы заедино мыслить привыкли бурю страстных речей, кровь на железе мечей. Древний собор мельпомены, ступенью Фимипа пришельцам дай, герои встают, проникновенно глядят. Красноречивые губы, безмолвно страдальные, сжаты. Тайной свершается рог в запечатленных сердцах. Бремя груди тесной, тяжелую сипу, титаны вылили в ярой борьбе. Внуки выносят в себе. В этом примечании вы, цитируя Тихий Фиас из Козе, опустил заглавие и в третьей строке сверху заменил слово «Фиас» словом «Собор». Указанное им из Т.Р. 260 относится к из Козе 1903 года. В нашем из Тихий Фиас находится в томе 1 Ом, на из Т.Р. 641 А.D. Когда после длительных и ожесточенных схваток с судьбой, постучавшейся в его дверь, герой-рокоборец Пятой симфонии Бетховена кажется сраженным, что утешит нас в его трагической участи, нашей участи, в силу экстаза и внушения Дионисова, кроме хора, нашего соборнага «Я» и незримый сон, мы слышим, собирается на чей-то клич из далей далеких, увенчать героя и прославить победу, быть может, только идеальную, победу того, кто, быть может, побежден. Только эстетическая притупленность нашего восприятия позволяет нам выносить концы трагедий, вроде Матерлинкова, Ецра Чесур Той, монстре, не ища целительного разрешения и очищения от муки этого раздирающего диссонанса в оргийных чарах Бога Разрешителя. 16. Эти размышления вовлекают нас в рассмотрение мистической природы хорового действа. Но этот предмет требует самостоятельного и иного по методу исследования. Связь настоящего рассуждения обязывает нас лишь к упоминавению, что организация будущего хорового действа есть организация всенародного искусства, а это последняя – организация народной души. Театры хоровых трагедий, комедии и мистерий должны стать очагами творческого или пророчественного самоопределения народа. И только тогда будет окончательно разрешена проблема слияния актеров и зрителей в одно оргийное тело, когда, при живом и творческом посредстве хора, драма станет не извне предложенным зрелищем, а внутренним делом народной общины, я назову ее условным термином «пророчественной», в противоположность другим общинам, осуществляющим гражданственное строительство, мирским или царственным, и жизнь церковно-религиозную, свободно-приходским или священственным, той общины, которая средоточием своим избрала данную орхестру. И только тогда, прибавим, осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народной. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рейллипру, хттп Рейллипру, оставить отзыв о книге, хттп Рейллипру, соммент Иванов Вячеслав, предчувствие и предвестие ХТМЛ. Все книги автора, хттп Рейллипру, аутхар Иванов Вячеслав ХТМЛ. Нотис. Примечания. 1. Новые маски. СТР. 54. ВИ. Указывает СТР. ИЗ. 1909 ГСМ. Выше СТР. 76. АД. 2. Вагнер и Дионис СТР. 67. Это СТР. ИЗ. 1909 ГСМ. Выше СТР. 84. АД.